так башкирия про муравей вовремя отгребать от ствола они закладывают ствол и мол ешь абрикосовая гибель пока у меня ни одного случая гибели абрикосовой молодежи из тысяч за все годы вырастил 10-20 тысяч абрикосовых саженцев не первый год не пятый никогда не день не погиб муравьи неправильно так насчет вовремя отгребать от ствола по идее что такое отгребать от ствола если речь идет допустим скосил надо грести чтобы там не прела корневая шейка так что при этом есть еще и муравьи если вы считаете что они враги вот тогда получается ну раз все равно отгребать ну хуже не будет пусть будет по вашему что взяли грабли скосили траву вокруг штамба взяли грабли и отгребли чтобы корневая шейка проветривалась ну тогда и правда там муравьи то там же останутся вы только отгребите они тоже вернутся вы не думаете что это они такие дураки как мы думаем вот уничтожить их можно однажды наука их уничтожит с помощью специальных гомо вот и тогда погибнем мы все муравьи заменить некому все деревья все все вся плодовое растение кукуруза рожь пшеница все будет уничтожено листогрызущими или сосущими насекомыми если вдруг берется муравей так вот его внедряется примерно то что у людей какой-нибудь вирус погибают от него 2 10 все муравейники общаются между собой неважно дружат или дерутся вот и постепенно как это по всей планете пройдет волна уничтожения муравьев даже с одного если начнется она же дураков хватает сейчас же нас уничтожают вы в курсе что коронавирус это же не просто так пришла пора уничтожения лишних людей на земле но лишние не потому что они лишние может быть лучших людей на земле уничтожили вот но мы надеемся что каждый надеется выжить а муравьев не жалко понимаете это значит что ученые научены дураками вот что ату муравьев надо уничтожить быстренько придумать для них свой вирус муравьи погибнут вот мы умремся от голода вот так надежда учту интересно как здорово наталья отпрыски это вопрос вот но я на него отвечать не буду видимо не ко мне он шакова я спасла свои обгрызенные зайцами молодые яблони кремом для рук ты силиконовый крем осенью дело было ничего под рукой не оказалось силикон как известно содержит кремный вот плачу причитаю жалею яблоки зайцев ругаю сентября проголодались негодники ух ты обычно зимой грызут когда травы еще полно весь тюбик израсходовала потом закрыла штамп баком как оправданными чулками а жили мои славно растут залечились рады цветут и плоды дают а как может если целиком съела если целиком то восстановить невозможно если по кругу все обедено видимо нет до конца так площадь погрызла была огромной живой коры чуть-чуть с тех пор все силы поломки ранки хабри обрезаю стулья ну в общем видимо тут не до конца угадать не будем александр еремин добрый вечер всем берегите себя не тратите нервы на урода спасибо что вы есть привет с катетбурга дело в том что есть наоборот знаете когда-то даже это это было звучало из телевизора еще советское время из средств масс информации людей призывали не волноваться когда вы волнуетесь у вас повышается давление вы сокращаете свою жизнь к вам липнут всякие болезни плод онкологической я считаю наоборот а он мятежный просит более понимаете виде вот это вот и промолчать инфаркт я бы давно на свете него вы же мне даете возможность хотя бы пару выпустит как можно вот это все читать вы не дошли до главного понимаете что там дальше творится это тихий ужас тихий ужас ну сейчас мы не будем в этом у нас впереди один вебинар вот так что спать насчет нервов я буду тратить их тогда я дольше проживу всем добрый вечер привет из вологды у нас утром было тридцать или вы чё там совсем или где вологде ну да ну север россии ну согласен вологодский абрикос угромили а марина но вы ни при чем конечно сделали вологодский абрикос конечно середничок конечно ну что такое типа автомобиля запорожицы или автомобиль лада рядом с но был же абрикос был несколько лет читать эти самые представленное хозяйство еще такие же издать хватило чтобы уничтожить его ну был пока не это не знали люди что надо за ним ухаживать ведь абрикос только надо посадить да еще и семечки ведь тогда же апреля как понятия не было и семечки получается вот такие плоды на пятый шестой год ну что вам надо ну ну зачем его это зачем ему эти вот я потом покажу эти приствольные округи перекопаны зачем выгрести из-под дерева всю траву скошенную все эти самые как заранее выгрести всю листву главную еду потом перекопать а потом завозить опять это же перегнившие это ну тупейшая работа но уничтожены заодно муравьи уничтожены эти самые черви уничтожены грибы без грибов же даже люди не знают что грибы это часть пищевой цепочки для них грибы это то что в закатках это соленые грибочки это уровень то этот же уровень еще хуже потому что не знать можно ничего не делать но когда знаешь что это все враги и пошло уничтожение идем дальше минус 31 конечно это для вас предел я не спорю откуда у вас более морозостойкие будут если случайно не жили русские обрабатываю левшаков пишет этим кремом все отлично заживает вселенной подсказала на мои слезы может и вселенной я какими чем не шучу вечером про засыпаю ничего не зная утра просыпая знаю ответ так и вы до усиления вопрос казалось как можно сообразить крем для рук да это только вселенная я узнаете я сейчас не знаю всю ночь купе облепиховое масло купе облепиховое масло купи облепиховое масло купе облипиховое Просыпаясь, в ушах стоит Купебелькин. Пошел, купил Вот Ну, что его применить? Давай ложками пить Давай мазать эти самые Отдельные места Ноги там, еще что-то Ну, ведь это же не я придумал Кто-то сдолбил мне все, значит, купебель, пиховое масло Ну, видите, прошло года три Живой Может, благодаря маслу Поэтому, когда вы сказали Все равно поздравляю, что-то очень серьезно Надежда Как переживаю за... Ой, господи А, вот, за что интересно Вообще-то я человек самостоятельный Неужели не все, которые помогли В оформлении авторских прав Не нужны мне авторские права Мне нужно больше это Участников побольше Вот И просмотр Не нужны мне авторские права Я что потом, когда на могиле буду У меня вон с Норильска лежат эти Самые Ну и что Вы меня зацепили, знаете как Смотрите сюда Сейчас я покажу Когда-то я к этому серьезно относился Компьютер Архив Архив огромный Семейный архив Вот он Смотрите Сейчас Это займет одну минуту Раз тут не нашел Тогда Вот тут Старею Я бы хотел показать Документы, которые Не каждому Дает государство Только выживать оно не помогает И землю не дало Ладно, не буду Вот Сейчас Генниями назначают Все, проехали Давайте Я не буду Я сразу не нашел Ладно Поехали Так Но то, что Вы за меня Переживаете Еще раз Авторские права не нужны Защитил бы В судах От воров Вот если бы просто Был бы человек Который бы Сказал себе Валерий Костивич Вот Современные Питомники Вот ваши Фотографии, которые Они украли Давайте я Буду Подавать документы В суд Скажу требовать По миллиону Я уже думал об этом И такой человек был Вы понимаете Это разорить Окончательно Вот Около 10 фотографий У меня В прямом смысле Украл Саде Урала Пока Мой юрист Писал Там Досудебное Это Вот Владелец Сада Просто Независимо от меня А я нервы не мотал Даже фамилия уже говорила Она просто взяла Умерла Я представил себе Будет заместитель И тоже И сейчас Мои фотографии Там же Украденные Светятся на их сайте Ну добил Ну миллион бы С них скупил Этим людям Деньги платить нечего Это же не считают Горимые Вы думаете Почему они Перекупкой занимаются Своего ничего нет Добивать их Да пошли они все Другое дело Конечно И людей жалко Потому что Тысячи 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 Все мертвое 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 Да Ну Нет у нас Маточного Ну нет Ну мы же У таких же питомников Покупаем И где они Черешню Персики Колоновидные Груши Сливы Абрикосы Персики Нету ни одного На планете Торгуют Так Привет У Смоленской области О юг России Тоже наш человек Да Лабасов Слава Богу Не новичок Спасибо Валерий Красивич Мы с вами Ваши единомышленники Природа Лучший наставник Вы внимательны к природе Она с вами делится Со временем Наука грешит Высотками Хуже Случайные люди Просто Идут туда Получают Профессию Там Эколога Биолога Агронома Совершенно Случайные До сих пор Кроме Савельевич Никого не знаю Настоящих Сколько Привозил Доскобилов Ко мне Пустые глаза Два часа Слушают А потом Уезжают Ничего им не надо Единственное Тогда Это Как 15 сортов Груш угостил Доскобилов Привез Серьезного Мужика У нас Говорит Это Я ни разу Таких не слышал Это он Не слышал Ни про Это Ни про Лесную Красавицу Ну ладно Гигант Подокоснов Не знал Ну ладно Это Ну Нарядный Фимова Мировой лидер Золотая медаль Как этих Не знать Это то же самое Что не знать Спортсменов Которые прыгают На 2.50 Или на 9 метров Зато знать Соседей Которые прыгают На 3 метра Проехали Вы меня заводите Наталья Почему Верхнюю часть ветки Для привыкки выбрасываем Она Коротко Если коротко Она родилась Во второе полнолето Она не полноценна Вот Я У меня еще немножко Время есть Смотрите Значит Два особых Случая В моей практике В одном случае Я у Человека Из Армении Выпросил И он Со злости Мне отрезал Отломил верхушку В самолете Вот Вез прямо В самолете В салоне Вот такой Армянин И сказал Это демерчант Выросли Вот такие яблочки Привил Я специалист По привыкам Вот такие яблочки Вот На этом карьера кончилась Значит Другой раз Человек Вез в Средней Азии Кажется С Узбекистана И он сказал Я тоже к нему пристал Я там подлизывался Когда надо Эй Мы же фанатики Я и так И и так Я сейчас по другому Я ему сказал Вот тебе что Там рублей Ну сколько в кармане У командировщика Какие деньги Вот И хоть так А тогда я выклячивал Выклячивал Он меня Психанул Отломил От верхушки Эту Сливу Но все-таки Сказал Слива Говорит Вот такая Вот Вы знаете Это же не трудно Запомнить Когда он вот так пальцем Я ждал У меня Я даже сейчас верю Но от верхушечного Побега Родилось Вот такая Веточка Небольшая Ну И на ней Полсотни Вот таких Я не понимаю Слива Вот вам и вот такая Вот Это моя учеба Сам учился Теперь вас учу А потом пытался Понять Почему И Кончилось Это постулатом Чем ниже Тем лучше А там Вот Не будет нижней И верхней Привьете Потом Когда родится Вот это Сейчас Я умнее Того железа Тридцатилетней давности Знаете как Я бы Эту веточку Еще раз Привел Она была бы Такая Еще раз Такая Я бы вернул Вот это Но я тогда Не знал Что нужно Несколько поколений Зато Эти Темирайзики Знают Что никогда Это невозможно Храни Господь Всех Спасибо Надежде Здравия Олег Васильевич Расскажите Трех слова Как получить Гибрид персик Абрикос Значит Я Сам лично Противник Сто процентов Я никогда Не потрачу Остаток жизни И даже Если бы мне было 30 лет Но с этим Опытом На то Чтобы делать Гибриды Яблоня Груша Персик Абрикос Слива Там Еще с кем-то С тем же Абрикосом Или с персиком Никогда Деревья Самодостаточные За ними Опыт Выживание И Процветание Выживание Когда плохие Условия И процветание Когда условия Прекрасные Вот И у них За плечами Вот эта Основа Основ Миллиарды Нет Ну Привлечу Десятимиллионный Сто миллионный Опыт Даже Даже когда Вообще Деревом Не было Вот Или когда Попало На землю В виде Семечка Потом Разошлось Которые Туда Шли Где Влаги Больше Яблонями Стали Сюда Шли Грушами Стали Вот Также Абрикосы По суше Климат А стал Абрикос Повлажнее Прошло Время Сильно Стало Отличаться Назвали Сливой Вот Это И есть Основ Основ Миллион Летний Опыт Заложенный В генах И не нужно Их опять Помните Я говорю Абрикос Погибнет Там Где Вот Столько До До Этого До Этого Самого До воды Если не слушать Таких Придурков Как Дядя Ваня Помните Вот Такая ямка И то Умудрился Ее Заделать Ее Чтобы Сверху Падала Вода И гноила То Что Выше Мульчи И не Мульчи А Этого Самого Слой За слоем Накидал Ну Уже Проходили Главное Что Значит Если Мы хотим Чтобы А к этому Подвести Можно Ну Десятками Сотними Поколений Эта работа 80-90 лет назад Была прекращена И люди Поехали В Сибирь Не садить Сады А валить лес Понимаете Как получилось Вот До Грунтовых Ход ближе Ценнейшая Вещь Корневые Отводки Яблони Сливы Вишни Надо В другом месте Показывать Да я показывал Эти фотографии С корневыми Отводками Вот эти Которые Вот так Шире Они вниз И На сливы Привейте Абрикос Он Может Прожить Как у меня Десять Привил Значит Пошло Нормально Пять На следующий год Стало Четыре Вот уже Заплодоносили Три Две Один И я вам Показывал Фотографию Потом бы Веточку Взять Этого Абрикоса Королевского Фотографию Показывал Прекрасный Урожай Но на следующий год Мертвый А если бы До того Как мертвый Взять ветку И опять На эту сливу На родственник Заметьте На родственник Эта слива И членов поколений Мы будем иметь Все еще сливу Так Может быть С какими-то Задатками Абрикоса Я вам показывал У меня Но они погибли У меня получался Вегетативный гибрид А если вы хотите Чтобы я скрестил Абрикоса сливой У меня нет 30 лет А наука Привела Полная Как называется Полная неудача Вот пока коротко Так Так что Гибриды Господи Какие великолепные Персики Сотни сортов Абрикос Сотни сортов Ну хоть черт их скрещивать Ну разве что По неволе Еще раз говорю Используя Качество одного Как подвое И качество другого Как прямое И то что они родственники Но это не чисто гибриды Это вегетативные гибриды Но интересно Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры